Здравствуйте! Мы продолжаем нашу рубрику «Тема дня». Сегодняшняя тема искусства – русские народные инструменты, гусли. Гусли – музыкальный инструмент, разновидностью которого является арафа, кефара, лира. Также с гуслями имеет сходство армянский канон и иранский сантур. К ним относятся гусли – чуварские, морийский – карш, гусли – клаверообразные и гусли, имеющие сходство с финским кантеле и латышским кокле. На гуслях играют герои русского былинного эпоса – Садко, Добрын Никитич, Славей Будемирович. Исследователи отмечали поразительное сходство современных им чуварских и морийских гуслей с изображением этого инструмента в средневековых русских рукописях. На этих изображениях исполнители держат гусли на коленях и зацепляют струны пальцами. Совершенно таким же образом играли на гуслях чуваши и морийцы. Струны их гусли были кишечные. Число их не всегда было одинаково. Псальтеревидные гусли, как полагают, были занесены в Россию греками, а чуваши и морийцы позаимствовали этот инструмент от русских. Возможно, у современных им греков и египтян древние израильтяне научились делать струнные инструменты. В результате уже ко времену Давида в древнем Израиле получило распространение инструмент псалтерей. Клавирообразные гусли среди русского духовенства представляют собой усовершенствованный вид псалтеревидных гуслей. Этот инструмент состоял из прямоугольного резонансового ящика с крышкой, который покоился на столике. На резонансной доске делались несколько круглых вырезов, и к ним крепились два вогнутых деревянных бруска. В один из них венчились железные колки, которые наматывались металлическими струнами. Другой же брус играл роль подструнника, то есть служил для крепления струн. Клавирообразные гусли имели фортепианострой, причем струны, соответствующие черным клавишам, помещались ниже соответствующих белым клавишам на фортепианной клавиатуре. Спасибо за внимание.